Ульяновская область пришла настоящая зима. На водоемах региона образовался тонкий лед, который таит в себе опасность для неосторожных жителей. Уже в этом сезоне произошло несколько случаев, когда люди проваливались под лед и спасатели помогли им. Для того, чтобы всегда быть в форме, городская служба спасения организовала учения. Учения по спасению людей прошли на Савияге. В тренировке принял участие личный состав городской поисково-спасательной службы. Согласно легенде, помощь требовалась людям, провалившимся под лед. Спасатели отрабатывали приемы вызволения людей из беды специальным снаряжением, подручными средствами, а также показали и рассказали, как можно спастись своими силами. Обычно вообще себе одежду лучше скинуть, потому что она намокает быстро и начинает утягивать. Вот и попробовать самому вылезти. А так в основном на лед, если идешь, хотя бы даже два гвоздя с собой взять. Два гвоздя? Да. Да, зацепился и полез. Ну, самое спасение средства. Любители подледного лова спешат выйти на лед, чтобы насладиться любимым делом. В начале зимы, в период ледостава, делать это строго запрещено. Но безопасно выходить на лед, это когда у нас, по крайней мере, ну, скажем так, с месяц будет устойчивый морозы, не будет вот этой вот погоды тайной, там, погодной. Значит, где-то от 10 сантиметров у нас идет лед безопасный, считается, для человека. Где-то 35, это уже можно выезжать на технике, ну, или на ховой автомобиле, скажем так. Ну, это такие пропорции. Спасатели рекомендуют жителям помнить о том, что даже зимой в сильные морозы на водоемах не везде образуется лед. Необходимо всегда помнить об этом и быть внимательными. Это где у нас идет спуск теплых источных вод от заводов, где у нас получается сильное течение. То есть при сильном течении также у нас есть опасность, что лед тонкий. В местах надо обращать внимание, где выходят заросли, деревья, там тоже лед тонкий. Вот. То есть такие места надо стараться обходить. Что делать, если человек не последовал советам и все же провалился под лед? Ни в коем случае не паниковать и выполнять определенный алгоритм действий. Выставить руки, чтобы не провалиться под лед. А, соответственно, потом постараться вылезти. То есть закинуть одну ногу, вторую ногу, ковыркнуться. Нельзя ни в коем случае вставать. Вставать вообще... То есть ковыркнуться несколько раз от места, где вы провалились, и идти в ту сторону, откуда вы пришли. То есть там уже лед проверенный. Выбравшись из воды, необходимо активно двигаться, как можно быстрее согреться, оказавшись в теплом месте. Если такой возможности нет, нужно выжать одежду и идти в тепло. Чтобы оказать помощь человеку, провалившемуся под лед, нужно использовать подручные средства. Подать пострадавшему трос, палку, шарф или куртку. Запрещается подавать руку и подходить близко к месту провала. В любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, необходимо вызвать спасателей по телефону 112.